Сегодня у нас специальный выпуск о Дню Защитника Отечества. И в нем мы поговорим о боевых роботах и военных технологиях будущего. Прямо сейчас подписывайся на канал, ставь лайк. Погнали! Развитие военной робототехники естественно и логично. Просто потому, что она позволяет сохранять жизни солдат. В боевых действиях в Афганистане, Ираке и Сирии США и Россия уже активно применяют роботов. И подробно об этом мы рассказывали вот в этом выпуске. С тех пор наш отечественный боевой робот Уран-9 официально поступил на вооружение российской армии. В остальном нет сногсшибательных анонсов. Однако наметились два очень важных и мощных тренда в разработке смертельного оружия, о которых и пойдет речь сегодня. И первый тренд – автономные роботы, которые будут сами решать, жить нам или умереть. С развитием искусственного интеллекта возрастает вероятность войны, которую будут вести автономные роботы-убийцы. Сторонники создания такого оружия предполагают, что смертоносные автономные системы могут нанести меньший побочный ущерб, в то время как критики этого тренда предупреждают, что отдать машинам решением вопроса о жизни и смерти было бы ужасной ошибкой. Кто прав? Давайте попробуем разобраться. Сторонники разработки смертоносного искусственного интеллекта утверждают, что автономное оружие будет наносить более точные и избирательные удары, чем люди. Этот аргумент основан на том, что продвинутое машинное зрение может быстрее и точнее определить, что за объект перед нами – фермер с тряпкой или солдат с винтовкой, даже с очень большого расстояния. Примером может служить гражданский дрон Литр Райпер, оснащенный системой искусственного интеллекта Шарк Споттер, патрулирующий воду у берегов Австралии. Он автоматически сканирует воду и предупреждает оператора, если видит акул. Шарк Споттер может идентифицировать людей, дельфинов, лодки, доски для серфинга, блики и посторонние объекты в воде и отличать их от акул. Метод машинного обучения, используемый для создания Шарк Споттер, повысил точность обнаружения 16 тысяч объектов с воздуха на 90%. Такие системы подают огромные объемы выборочных данных в нейронную сеть, и она учится различать объекты с высокой точностью. Но для того, чтобы отправить такое автономное оружие в зону боевых действий, надо быть уверены в ней на 200%. С другой стороны, человек может тоже ошибаться. В зоне боевых действий он ищет противника, и именно его ожидает увидеть. Это приводит к страшным ошибкам. Робот же объективен. Но всегда есть шанс, что он недостаточно совершенен. Например, широкую известность получил случай осени 1983 года, когда советская автономная система предупреждения о ядерном нападении ООКа выдала серию ложных сигналов о пусках в США баллистических ракет. И только вмешательство дежурного оператора, находящегося на КП Серхпухов-15, предотвратило нанесение ответного удара. Второй тренд — интернет боевых роботов. Он будет представлен широким спектром интеллектуальных систем, борющихся за доминирование на поле битвы. Такие системы будут включать необслуживаемые наземные датчики, управляемые ракетой-беспилотники, физических роботов от крошечных, словно насекомых, до огромных транспортных средств, которые будут перевозить войска и припасы. Роботы будут летать, в том числе роем, идти, ехать и ползти. Их функции будут разнообразны. Киберэффектов от сенсорных функций видения до прослушивания. В киберпространстве автономные объекты будут сканировать сети для защиты связи или защиты систем от кибератак, в то время как другие будут создавать информационные или электромагнитные иллюзии или маскировку. Искусственный интеллект будет анализировать огромное количество очень сложных данных, выходящих за пределы понимания аналитиков и использовать нейронные сети с глубоким обучением для прогнозирования будущих событий. Звучит жутко, особенно учитывая, что искусственный интеллект может вести войну за пределами нашего понимания и срока жизни. В настоящее время около 40 стран, в том числе Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Израиль, Южная Корея разрабатывают роботов, способных воевать без человеческого участия. А широкое внедрение реально автономных роботов в состав сухопутных войск различных армий мира по некоторым прогнозам можно ожидать уже в 20-30-х годах. В целом, сегодня уже понятно, что для создания автономных роботов-убийц потребуются уже не десятилетия, а всего годы. И уже сегодня надо думать, как мы будем справляться с такими технологиями, если они попадут не в те руки. С другой стороны, чтобы создать по-настоящему эффективного боевого робота, нужно решить множество сложнейших технических задач. Это и разработка принципиально новых источников энергии, мощных и компактных, и создание новых материалов, и обеспечение более надежной связи, и многое другое. Напиши в комментариях, ты за развитие боевых роботов, или считаешь, что нужно ограничить их применение, как, например, ядерное или химическое оружие. А я надеюсь, что гонка робовооружений не приведет к апокалипсису, и у нас будет всегда мирное небо над головой. С праздником, друзья! I'll be back!